Всем привет, с вами Фроди и мы продолжаем тащиться от китайских глухих коробок. Сегодня рассмотрим куколку из второй серии Бонни от производителя Comfort Free. Первая серия Бонни называлась Уличное путешествие. Там кролики были представлены в повседневных образах, уличный художник, фотограф, танцовщик, скейтер. В общем, всецело оправдывали свое название. Вторая же серия более сказочная, под названием Sweetheart Party, типа Милая или Сладкая вечеринка. Здесь куколки все в платьях, и их образы легкие, такие вкусненькие, и имена под стать. Берри Мэй Мэй, Браун Коко, Си Солт Си Си, Оранж Попоп, Таро Лили и Мачо Фуфу. В качестве секретки тут выступает лисичка Свити Фокс. Есть в этой серии и две лимитные куклы. Их можно было получить заранее предзаказ второй серии. На Алике они тоже были, не знаю, есть ли они там сейчас, но стоили значительно дороже обычных. Моя коробочка уже пришла открытой, потому что мне нужна была конкретная кукла, а продавцу ее надо было найти. А также, судя по внешнему виду коробки, мне ее из Китая доставляли пинками. Ну ладно, главная кукла в порядке. Я выбрала для себя Си Солт Си Си. Меня очаровала ее шаловливая мордашка и этот придающий воздушности голубой цвет. А еще мне дико нравится ее имя, которое переводится как Морская Соль. Кукла упакована в пакетик, закрепленная на подложке. Аутфит идет в отдельном пакетике. Есть карточка персонажа и информация от производителя про перетяжку резинок в кукле. Да, это БЖД и она на резинках. Сперва меня это довольно-таки сильно смутило, но потом я вроде привыкла. Крепление головы и волос тут похоже на нендороидов. Под лицом прячется крючок. Вот так выглядит крепление глаз. Подвижность у нее хорошая, так как она вся на резинках. Гнуть можно что угодно и как угодно. Позы держит довольно сносно. Стоять она может самостоятельно без подставки. В комплекте с куклой есть сменные жестовые кисти и уши на магнитах. Пока не одели Си Солт, сравним ее с куклой из первой серии. У них немного отличаются тела. Такое тело, как у Си Солт, было в первой серии только у Секретки. Остальные были вот на таких более человекообразных телах с маленькими стопами, чтобы носить ботинки, и человеческими ладошками. Ноги у Си Солт подлиннее, поэтому она выглядит выше. А еще есть рельефы звездочек на ладошках. А вот ушки значительно меньше. У первой серии уши большие и крепятся в парик на шарнирах, а здесь магниты. Одежды тут не так много, только платье и кружево для ног. Здесь эти детальки вместо обуви. Платье расстегивается полностью. Плессированная юбочка и верхний слой, сделанный уголком, представляют из себя общую конструкцию. Сшито все в целом хорошо и крепко. На платье есть милые детальки. Украшение в виде головы кролика пришито, а малюсенькие пуговки приклеены. А вот из манишки торчат ниточки. Придется обрезать. Платье налезает довольно просто. Я даже кисти не снимала. Когда я на первую бонни натягивала футболку, пришлось приложить усилия. Здесь благо не так. Мордочка с малюсенькими бровками и мило высунутым язычком. Радужка глаз выглядит так, будто это небо на восходе. А вместо привычных зрачков тут белые блики. Прическа представляет два хвостика с красивыми бантиками и прядками у лица. Косички, заколочки, челочка, желтенькие прядки. Можно долго рассматривать этот парик, если честно. Цвета тут очень красивые. Светло-голубой на макушке плавно переходит в более насыщенный голубой цвет. Вроде как морская соль на берегу, которую освещают лучики солнца. Внутри задней части парика располагаются магниты для контакта с ушами. В целом, такое укрепление ушей, конечно, более эстетичное, но менее практичное. Потерять ухо будет просто. Такая вот сказочная кроличка из коробочки. Я очень долго ее ждала, больше месяца. И, наконец, получив безумно радость, что дождалась. Контактировать с этими куклами приятно. Да и просто любоваться тоже. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.